Здравствуйте друзья! Этот обзор посвящен выбору внешнего USB SSD диска для сервера управления умным домом Home Assistant на базе Raspberry Pi 4B. Этим и объясняется моя доточность при проведении этих тестов. Потому что если жесткий диск нужен просто для переноски фильмов или музыки, то особой разницы при его покупке нет. Некоторое время назад в обзоре диска Angelon я проводил тесты скорости между различными носителями информации. EMMC, MicroSD, USB Flash и диском SSD. Также были показаны различия между использованием интерфейсов USB 2.0 и USB 3.0. В этом обзоре будут протестированы два SSD диска Kingdian и Angelon и только на интерфейсе USB 3.0. Но все тесты будут гораздо подробнее и в конце обзора вы наконец поймете разницу, почему казалось бы одинаковые носители информации имеют такую разницу в цене. Поставляется USB SSD диск Kingdian в удобном твердом чехле на молнии, он же служит защитой при пересылке. Внутри есть два отделения с кармашками-сеточками, в одном находится жесткий диск, во втором кабеле дополнительный переходник. Кстати, чехол я планирую в дальнейшем приспособить под наушники. Комплект поставки полностью самодостаточен, включает в себя диск и кабель для подключения, и даже переходник для порта USB Type-C. Кабель кажется совсем маленьким, но на самом деле его полная длина 27 см, а если брать только кабель без разъемов, то 19 см. При необходимости он превращается в кабель USB Type-C, так что проблем с подключением к современным гаджетам не будет. Правда, для Raspberry Pi 4B переходник не нужен. Диск выполнен в корпусе размером 70 на 35 мм и около 8 мм толщиной. Часть сделана из металла, это там где надпись, остальное из пластика. В качестве масштаба рядом с обычным спичечным коробком. Устройство весьма компактное и легкое, всего 22 грамма. Для подключения на одном из торцов находится разъем USB Type-C, удобный тем, что он симметричный, в отличие от microUSB. Как я уже и сказал, сравнивать героя обзора я буду с аналогичным по объемам USB SSD Angelone, который по своей конструкции больше похож на флешку. Способ подключения у них тоже отличается, Angelone вставляется сразу в порт. Это менее универсальное решение, но с точки зрения моей цели, с Raspberry Pi 4B наверное будет удобнее. Давайте приступим к тестам. Они будут проводиться на одном и том же порте стандарта USB 3.0. Для Kingdian используется его комплектный кабель без переходника. Первый тест при помощи Crystal Disk Mark V, аналогично тесту в обзоре первого диска. В мультипоточном режиме последовательного чтения, Angelone оказался чуть быстрее, при этом почти вдвое медленнее чем Kingdian в рандомном чтении. Последовательная мультипоточная запись у Kingdian быстрее примерно на 55 Мбайт в секунду, а рандомная почти в 7 раз. В однопоточном режиме последовательное чтение примерно одинаково, а запись у Kingdian лучше примерно на те же 50 Мбайт в секунду, а рандомная скорость тоже лучше в разы. Дальше я использовал тест HD Tune Pro 570. Проверку на ошибки оба жестких диска прошли полностью успешно, никаких проблем обнаружено не было. В этих тестах участвует весь объем диска и в последовательном режиме чтения скорость Angelone варьировалась от 112 до 234 Мбайт в секунду, в среднем показав около 135 Мбайт в секунду. Kingdian оказался намного шустрее, его худшие показатели не падали ниже 213 Мбайт в секунду, а средняя скорость оказалась даже выше, чем максимальная для Angelone 236,7 Мбайт в секунду. Перейдем к последовательной записи. Для Angelone тут тоже характерны огромные пики, ведь скорость тут прыгает от 16 до 213 Мбайт в секунду, в среднем выдавая чуть менее 56 Мбайт в секунду. У Kingdian разница между минимумом и максимумом гораздо меньше и находится в диапазоне 202-230 Мбайт в секунду, и в среднем результат 223 Мбайт в секунду, что тоже выше максимума у Angelone. Рандомный тест чтения производится блоками разного размера, чем меньше файл, тем больше операции и меньше скорость. Тест Angelone показал для блоков 512 байт 3111 операций в секунду, соответственно скорость 1,5 Мбайт в секунду. Для блоков размером в 1 Мбайт это 288 операций в секунду, ну и соответственно скорость 288 Мбайт в секунду. Kingdian показал ожидаемо лучший результат по файлам всех размеров. Например наименьшего объема в 512 байт 4629 операций в секунду и 2,26 Мбайт в секунду скорость. А файлы в 1 Мбайт 349 операций или Мбайт в секунду. Рандомная запись. Начнем снова с Angelone. По аналогии с чтением, возьмем минимальные файлы с показателями 878 операций в секунду, что соответствует скорости примерно в 0,5 Мбайт в секунду. И файлы с объемом в 1 Мбайт 166 операций или Мбайт в секунду. Kingdian просто разрывает его по всем показаниям, от минимального 6620 операций в секунду и скорости 3,2 Мбайт в секунду, до Мбайтных с результатом 298 операций Мбайт в секунду. Причем с маленькими файлами его результат записи даже лучше, чем его же результат чтения. И последний тест файловый, он на мой взгляд наиболее полно отразит как диск справится со своими обязанностями. На графике Angelone видны периодически провалы в скорости записи менее 50 Мбайт в секунду. Скорость чтения около 330 тысяч килобайт в секунду, а записи 286 тысяч. У Kingdian провалы тоже имеются, но они зачастую не ниже отметки в 200 Мбайт в секунду и нет ни одного, который бы прошел отметку в 150 Мбайт в секунду. Скорость чтения порядка 372 тысяч килобайт в секунду, а записи более 353 тысяч килобайт в секунду. Это тестирование дает ответ на вопрос, почему, казалось бы, одинаковые диски, внешняя USB и SSD объемом 128 Гбайт, стоят с разницей примерно в полтора раза. Очевидно, что для использования в таком важном секторе, как управление умным домом, лучше использовать более качественные и дорогие. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также не забываем, что все самые актуальные новости, а также интересные купоны и распродажи по тематике умного дома можно найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании под этим видео. До свидания, до новых встреч.